Кубанский универсальный банк, одним из учредителей которого является городская мэрия, остался без лицензии. Сегодня ЦБ приостановил деятельность финансовой организации, которая занимается реализацией экономических и социальных программ в Краснодаре. Все сотрудники мэрии получали зарплаты в этом банке. Напомню, что проблемы у него начались две недели назад. ЦБ отключил организацию от системы электронных срочных платежей. После этого клиенты Кубанского универсального столкнулись с нехваткой денег в банкоматах из-за ажиотажного спроса. Одни эксперты предполагали, что отключение банка от системы БЭС помогло случиться по техническим причинам, таким как хакерская атака или неисправность оборудования. Другие считали, что это верный признак того, что кредитная организация скоро лишится лицензии, что и произошло сегодня. В Кубанском универсальном назначена временная администрация. Страховые выплаты начнутся через две недели. Клиенты смогут получить 100% от суммы вклада, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей, включая проценты. Выплаты начнутся не позднее 10 ноября 2016 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сеть интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате в возмещении по вкладам. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерена использовать банки и агенты. В соответствии с решением правления АСВ они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 2 ноября 2016 года. Центробанк объяснил свои действия тем, что Кубанский универсальный не создавал резервы, которые могли бы покрыть возможные потери от рискованных операций и размещал денежные средства в низкокачественные активы.